Христос Воскрес 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 И вы знаете, когда Христос умер и потом воскрес, то в тот же день и шло двое людей в целение. И они были сильно расстроены. Вот Он воскрес, я извиняюсь, вот Он умер. И что дальше? И здесь Слово Божие говорит, что мы надеялись, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. И вот ихняя надежда умерла. Они были разочарованы. И Христос как бы пристал к ним, с ним и шел вместе с ними и разговаривал. И они не видели, их глаза были закрыты, что это был Христос. И когда они позвали Его в дом, чтобы вместе поужинать, тогда вначале Христос сказал такие слова. Тогда Он сказал им, о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в Славу Свою? Он им говорил о том, что Христос должен был пострадать. Где же ваша вера? Они глазами увидели, что Он умер и Его больше нет. Они были разочарованы. Но у них не было веры. И когда Он им это говорил, они еще не могли это услышать. И когда они возлежали вечерять, и когда Он возлежал с ними, то взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. И тогда только, вы знаете, это громаднейший преобраз в нашу жизнь. Когда Христос преломил хлеб, и тогда и в них глаза открылись. Знаете, нам Бог дал сегодня хлеб жизни, и наши глаза открыты. И мы знаем, что Он воскрес, и Он знаем, что Он живой. Потому что Он воскрес, а мы живы. И этот хлеб сегодня, Он раздает, Он преломливает всем. Но не так многие хотят веровать в это. Слава нашему Господу за то, что мы имеем жизнь, и Он нам открылся. Христос воскрес! Христос воскрес! Я прочитаю Римлянам, 6 глава. Начиная с 4 стиха. Итак, мы погреблись с Ним крещением смерти, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Обновление жизни. Знаете, это не просто было историческое какое-то событие, что Иисус воскрес 2000 лет назад, и это как бы, да, это был факт. Даже атеистические историки, они не могут доказать, что Его не было, что это действительно был факт. Но что это значит для нас сегодня, живших сегодня? И я верю здесь, без этого события, как раньше читали в 15 главе Коринфянам, что если Он не воскрес, то вера наша праздна, что мы, как говорится, мы обольщенные. И здесь смотри, что Он наши говорит. 5 стих. Ибо если мы соединены с Ним, подобием смерти Его, то должно быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упраздненно было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Знаете, это не когда-то будет жизнь, а Он говорит, что сейчас мы можем жить с Ним и в Нем. Наша жизнь написана, почитай себя мертвым ко греху, а живым Богу. То есть сегодня наша жизнь может быть воскресшая. То есть это не когда-то. Мы, когда второе пришествие будем, написано, те, кто живы останутся, то мы изменимся в мгновение ока, а те, кто умершие, они воскреснут и получат новое тело. Аминь. Так что у нас не просто есть сейчас наслаждение жизни воскресшей Христа, а у нас даже есть и будущее, которое мы будем встречать Его, нашего Царя, который будет второй раз брать эту землю. Но в этот раз мы уже будем с Ним. Аминь. Христос воскрес. Он живет в вас. Аминь. Слава Богу. Чудесное событие, которое мы празднуем. И евангелисты отметили это особое положение. Когда я просматривал о воскресении, то более ста мест священного писания, они в основном все в Новом Завете говорят о воскресении. О воскресении. О воскресении нашем. О воскресении Иисуса Христа. И в Евангелиях только, в четырех Евангелиях Христос все евангелисты, они повторяют эту важную весть, что Христос, Христу должно пострадать, Христу должно умереть. Но Христос никогда не говорил о своей смерти, независимо от своего воскресения. Он сразу же, сразу же говорил, но третий день воскресну. И это повторялось, повторялось и повторялось. И не только ученики. Весь народ слышал о том, что Иисус Христос не останется во гробе. Парисеи испугались, когда его уже убили, когда положили в гроб, позвали, говорят, слушайте, давайте положим печать на камень. А то, если он воскреснет, то это вообще бомба. То это вообще перевернет весь мир. Они понимали это. Они говорят, а то вдруг ученики украдут. А ученики говорят, что Бог воскресил Его, Иисуса, из мертвых, чему мы свидетели. Апостолы были свидетели воскресения Господа Иисуса Христа. И это был праздник. И знаете вы, Иисусе Христе, Бог предопределил это. Это не просто так Иисус Христос решил и сам себе воскрес. Это план Божий, приведенный в исполнение. Это Бог воскресил Его из мертвых, подав всем удостоверение. Он показал, смотрите, это удостоверение, это право на воскресение, это право на того, чтобы судить людей, которые будут жить именем Его. Через воскресение Он будет судить живых и мертвых. И для кого-то это праздник. А кто-то, может быть, просто повторяет это, Христос воскрес, не понимая того, что живя вдали от Бога, ты сам говоришь себе, что ты воскреснешь. Но слова воскресения для тебя не будут радостные. Но Бог, воскресивший Христа из мертвых, Бог, воскресивший Христа из мертвых, и в этом воскресении наше спасение. Потому что написано, что мы спасли, спасаемся воскресением Иисуса Христа. Бог возродил нас воскресением, Бог воскресением оправдал нас. То есть в воскресении большая сила, и апостолы, когда проповедуют, вы откройте деяния апостолов, посмотрите, они везде говорят о силе воскресения. И так и написано, когда они провозглашали о воскресении, благодать Божия могущественно действовала среди народа. Сила воскресения могущественно действует среди народа. И здесь мне хотелось бы еще сказать, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Если устами будешь исповедовать Иисуса Христа Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. И еще одно чудесное. Апостол Павел говорит, чтобы познать Его и силу воскресения Его. Да познайте Его и силу воскресения Его. Благословит вас Господь. Христос воскрес. Ой, это чудесно для нас. Потому что до Его воскресения смерть это был конец. Но после Его воскресения мы можем сказать, что смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. До Его смерти, до Его воскресения смерть это был конец. А после мы можем сказать, что для меня жизнь это Христос, а смерть приобретение. То, что было конец для всех, теперь для нас это только начало. Вы не должны просто смотреть на настоящее, но у нас есть будущее. Как уже сказано, что у нас есть надежда и надежда наша Христос. Написано, что крест Его для погибающих юрелство, а для нас это сила ко спасению. Его смерть, Его воскресение это и есть стержень нашей жизни. И теперь ничто не может пошатнуть нас, ничто не может изменить ничего для нас, потому что эта смерть, которая идет, она ничто для нас, потому что для нас жизнь Христос, а смерть приобретение. Христос воскрес! Аплодисменты Церковь, Христос воскрес! Аллилуйя! Я бы хотел обратить наше внимание на такой момент, что мы празднуем и один раз в год был момент, когда Христос воскрес, и один раз в год мы отмечаем этот день. Но я бы хотел обратить наше внимание, что сколько благодати, благословения, силы и обетований даровано нам через воскресение Иисуса Христа. И как важно, дорогие, чтобы мы понимали, сейчас увидели, что это не просто один раз в году, что это не просто деваться некуда, мы должны, но на самом деле мы должны увидеть больше то, что есть в том, что сделано Иисусом Христом и то, что сделал Бог для того, чтобы воскресить Сына Своего. Какие силы Он воздействовал и Он говорит, что эта же сила воскресит и вас. Дорогие мои, я хотел, чтобы мы увидели, что воскресение Иисуса Христа это великое и могущественное возможности, дарованные каждому из нас, как лично, так и церкви. И я хочу прочитать это место, которое записано к Ефесянам, первая глава и 17 стиха. Это Павел молится об Ефесянах, чтобы в жизнь Ефесян пришло, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил глаза сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, под действу державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе Иисусе, воскресив Его из мертвых и посадив, одеснуя себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главой церкви, которая есть, тело Его, полнота наполняющего все во всем. Аллилуйя! Дорогие, то, что я прочитал, как важно, чтобы вот в каждом из нас поднялось вот это понимание, или даже, скажу, пришло дух премудрости и откровения, чтобы пришло откровение о том, что мы имеем в нашем Иисусе. Потому что посредством воскресения то, что Бог обещал в пророках, в Писаниях, это все совершилось и стало иметь действие. Вы знаете, когда Петр шел с Иоанном, и вдруг они видят Хромова, и вдруг Петр говорит, серебра и золота у меня нет, а что имею, а что он имел, дорогие, а он имел вот это великое откровение, что он является наследником, славным наследием Божьего для святых. Оказывается, дорогие, когда мы понимаем, что сделано Иисусом Христом и через Его воскресение, мы являемся наследниками, мы являемся теми людьми, которые унаследовали то, что есть во Христе Иисусе. И это не просто один раз в году, дорогие, это в каждом дне. И я хочу обратиться к тем людям, которые, может быть, в депрессии, в каких-то трудностях, сложностях. Дорогие мои, обратитесь к тому, кто вы есть во Христе Иисусе и не обращайте внимания, чем вас дьявол пытается достать. Обратите внимание, уделите внимание на то, кто вы во Христе Иисусе и что вас вложено посредством того, что Иисус Христос воскрес. Во имя Иисуса будьте благословенны. Христос воскрес. Аллилуйя! Какая музыка класс! Иисус Христос воскрес. Но я молился, друзья мои, и Дух Святой сказал мне два слова. Они прозвучали так в моем сердце. Все для вас. Я открыл симфонию и посмотрел. Оказывается, столько приятных, добрых слов. Дух Святой открыл на местах Священного Писания, которые употребляют все для вас. И мне пришло на память купальня Вефезда. Там больные, прокаженные. И вот сама жизнь, Иисус, сама жизнь приходит на это вонючая, нуждающиеся люди вокруг собрались. И сама жизнь проходит. Сам Творец, сам Учредитель законов и правил само исцеление проходит и обращается к одному из них. Говорит, хочешь ли быть здоровым? И у этого человека в голове одни правила, одни законы, они объяснения. Он начинает объяснять. Это раз в году. Это только ангел возмущает воду. Это тот, кто первый войдет в нее. Это тот, кому помогут войти в нее. Объясняет. А жизнь проходит, проходит, проходит мимо. Возлюбленные, я хочу обратиться, как уже многие братья, я почувствовал, в одном духе обращались к особенным людям. Жизнь Божия для вас во Христе Иисусе. Жизнь Божия в вас во Христе Иисусе. не упустите своего времени, не успустите своего шанса. В первом Коринфе апостол Павел написал такое слово. Я хочу прочесть его. «Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Поэтому мы не унываем, но если влешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на дне обновляется. Ибо кратковременно легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо невидимое временно, а невидимое вечно. Дорогие, тот, кто воскрес, Он сказал, лучше для вас, чтобы я пойду и умолю Отца и пошлет вам Духа Утешителя лучше для вас, все для вас, все в вас и для вас. Иисус Христос воскрес, умер за нас, но воскрес для нас. Халлилуйя! Христос воскрес! Халлилуйя! Бам-бам! Халлилуйя! Читаю с Откровения первой главы. Иисус говорит, Я есть первый и последний и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти. Иисус сказал, Я был мертв, и вот жив. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Он подал удостоверение всем, воскресив Иисуса из мертвых, что Он будет судить. Он для одних в оправдание, для одних в осуждение. Он дал удостоверение всем нам сегодня здесь сидящим, людям по этому миру, которые в эту дату празднуют воскресение Иисуса Христа. Одни празднуют формально, одни празднуют просто с какими-то иствами, не осознавая, не понимая, не имея радости жизни, потому что мертвы по грехам и преступлениям. Для них это мертвый праздник, мертвый праздник, потому что они мертвы для Бога в грехах и преступлениях. Но мы имеем удостоверение то, что мы от Бога воскресли из мертвых, мы живые. Он подал удостоверение, я не знаю, как вы, но я в числе вот этих всех, кому Бог подал удостоверение, Он предоставил его нам. Удостоверение это свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем, воскресил Его из мертвых. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это то свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божий имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу предоставляет его лживым, потому что не верует свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь, Бог даровал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. Сегодня люди может пришли на праздник, Кто-то их пригласил в радостное такое событие, мероприятие, потом на ужин. Но тот, кто будет иметь свидетельство внутри себя, что Бог его воскресил из мертвых, тот будет иметь реальную, живую, настоящую радость в Боге. И это что-то настоящее, это то, что мы имеем в Боге. Бог дал нам удостоверение, воскресив Иисуса Христа из мертвых, и об этом мы радуемся. Мы знаем, что идет война, что дьявол восстает на это удостоверение. На это свидетельство поднимается ад, чтобы человека разуверить, когда вопрос становится о воскресении мертвых. Павел проповедовал, люди уходили и смеялись над ним, но мы радуемся, над нами смеются. Смеются, потому что не познали того, который дает жизнь, а мы вкусили и познали. Мы имеем удостоверение о том, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. Поэтому пребываем сегодня в радости, ликуя, прославляя живого Бога. Поздравляю вас, Иисус живой, имеет ключи ада и смерти, и мы будем радоваться пред Ним сегодня. Во имя Иисуса! Давайте мы встанем сейчас. Сейчас мы будем молиться. Я верю, что через откровение того, что Иисус сделал для нас, что-то особенное происходит в нашей жизни. И сейчас, когда ты здесь, и, может быть, до конца мы не знаем твоей жизни, и что происходит внутри тебя, что ты переживаешь, но Бог знает. И Он видит твое сердце, Он знает твою жизнь. И сейчас я хочу прочитать несколько мест. Я знаю, что уже много мы читали. Но здесь вот эта мысль, которая просто меня поразила, где написано, но Господу угодно было поразить Его. Богу, Отцу, было угодно поразить Иисуса. Единственного Сына Своего. И написано, и Он предал Его мучению. Он. Иисуса жизнь не забрали. Его не взяли. Он, Бог Отец, предал Своего Сына мучению. Его любовь к нам, это настолько больше того, что мы даже можем представить. Его не взяли, но Он отдал Себя. Написано, Господу угодно было поразить Его. Написано, что мы, родившись воскресением Иисуса. Почему Богу было угодно поразить Своего Сына? Потому что мы родились через Его воскресение. Бог Отец, Он уже видел нас в Иисусе Христе, предавая Иисуса на смерть. Написано, Он предал Его мучению. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Не взяли Его жизнь, Он отдал. Вот в чем сила. Не в том, что Он просто победил смерть. Он не пришел доказать людям, что Он сильнее. Но Он пришел отдать Себя. Потому что это было угодно Богу. Написано, Он узрит, потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. Рукою Иисуса воля Господня благоуспешно будет исполняться. Что это за воля? Это воля, чтобы ты и я в Нем родились. Чтобы ты и я в Нем получили жизнь. Написано, мы соединились с Его смертью. Что-то сверхъестественное произошло. Это не просто было связано с Иисусом. Это было связано с нами. Мы присоединились с Ним. Он соединил нас с Собою. И понес нас на крест. И там мы умерли. Но если с Ним соединились в Его смерти, то так же соединились с Ним в воскресении Его. Дорогие, это не просто событие. Это не просто связано с Иисусом. Но что-то сверхъестественное произошло с нами. Он Духом Своим соединил нас в Его смерти. Он соединил нас. И так же соединил нас с Его воскресением. И во Христе Иисусе мы родились свыше. Мы получили рождение от Бога. И Он говорит, тогда почитайте себя мертвыми. Это не просто сражение. Это не просто, знаете, сила, чтобы продолжать побеждать. Но Он говорит, почитайте себя мертвыми. Потому что с Ним вы были соединены на этот крест. И умерли для греха. А теперь живы для Бога. Дорогие, ты родился свыше. Ты рожден от Бога. Ты жив для Него. Твоя жизнь для Него. Давайте сейчас в этой молитве мы откроем наше сердце и наполнимся тем, что дано нам через жертву Иисуса Христа. Мы живы. Мы живы для Него. Он есть прежде всего. Им все стоит. И Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. И чтобы посредством Его примирить с Собою все. Умертвив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирит в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою. Иисус Христос посредством Своей жертвы представил нас перед Отцом неповинными, непорочными. Дорогие, ты и я сегодня мы имеем этот доступ в Его присутствии. Он представил нас перед Отцом неповинными и непорочными. «Аллилуйя, Аллилуйя, 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 Иисус, мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя, что Ты, что Ты отдал Себя, что Ты пошел на эту смерть, чтобы в Себе воскресить нас, чтобы в Себе воскресить нас для Тебя. Мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя, что мы имеем жизнь, что мы имеем победу, что мы имеем это рождение от Тебя. Просто, если ты рожден свыше, начинай благодарить Его за это, начинай молиться Духом, начинай воскревать внутри себя то, что от Бога в твоей жизни, то, что дано Духом Святым. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Ты победил смерть, Ты победил смерть, Ты победил Иисус. Вышли не по небесам Смотно льется пенье Господу хваленье Ангелы поют хорами В торжествующих хвалень Пойте, пойте Богу славы Посвязайте дружно Господу земли Пойте, пойте Богу славы Пойте Господу земли Он разрушил узы и твенья И воскрес день третий Рано на рассвете Он воскресе без хваленья Подарил нам жизнь Христос Пойте, пойте Богу славы Воскресайте дружно Господу земли Пойте, пойте Богу славы Пойте, пойте Богу славы Пойте, пойте Богу славы Пойте Господу земли Пойте Господу земли Пойте, пойте Богу славы Пойте Богу славы Пойте, пойте Богу славы Воскресайте дружно Господу земли Бойте, бойте Богу славы Бойте Господу земли Вся слава нашему Господу! Аллилуйя! Слава Иисусу! Христос воскрес! Слава Иисусу! Единому, премудрому, нашему Господу, Иисусу Христу, воскресшему из мертвых Вся слава и вся честь и вся сила! Аллилуйя! Давайте мы пройдемся, кого-то поприветствуем, кому-то пожелаем благословения Обязательно это надо сделать, кого-то обнять Этот день Бог сотворил для Своей славы! Аллилуйя! Аллилуйя! Мы рады всех приветствовать, кто с нами сегодня через онлайн Мы приветствуем вас, и где бы вы ни находились Мы так рады, что вы с нами можете разделять этот праздник Эту радость воскресения Иисуса Христа Аллилуйя! Слава нашему Господу! Есть разные христианские праздники И вы знаете, их много Много христианских праздников И таких, которых мы даже, может, и до конца не знаем Люди празднуют Но есть праздники, которые... Ну, просто праздники Празднуют какие-то события С кем-то это происходило Когда-то это происходило Но вы знаете, сегодня то, что мы празднуем Это не просто с кем-то произошло Как уже было сказано на этом месте Что мы получили удостоверение Что Христос, который воскрес Он не сам по себе воскрес Он и нас воскресил Поэтому это наш праздник также Мы были мертвы по преступлениям и грехам Но Христос оживотворил нас Воскресением Своим Поэтому мы празднуем наш праздник То, что Христос воскрес Мы воскресли Аллилуйя Слава Богу Я так рад, что сегодня мы можем это отмечать И это рождение отмечать Наше рождение С воскресением пришло наше рождение Когда Иисус воскрес, мы родились Рождение произошло с воскресением из мертвых Есть очень много мест, которые подтверждают Именно это И я в это верю Что мое рождение началось, когда я воскрес Мы будем участвовать сейчас В приношениях наших финансов Всегда мы делаем это особенно на Пасху На вот это вот торжественное служение Мы это совершаем И я просто немножко хочу в этом плане Кое-что сказать вам С воскресением Иисуса Христа Произошли серьезные потрясения И эти потрясения связаны с тем, что жизнь начала вливаться И там, где была смерть Эта жизнь Иисуса стала оживлять это все Пошло движение С воскресением Иисуса пошло движение Ученики спрятались в страхе от удеев Закрылись, боялись Но с воскресением Иисуса Христа Пришла смелость И они уже с великим дерзновением Могли проповедовать Жизнь с воскресением пришла Я верю, что эта жизнь Иисуса Она коснулась всех наших сфер Она коснулась всего И сегодня, когда мы будем сеять Я бы хотел, чтобы мы не просто Как всегда, но поверили Что у Бога есть все Для того, чтобы коснуться всех сфер вашей жизни Я хочу обратиться сегодня К тем, у кого есть определенные нужды Вы можете взять конверт Вы можете написать эту нужду сегодня Я знаю, что с воскресением Иисуса Иисуса Христа пришло разрешение Всех нужд Восполнение этих нужд Я не знаю, через что вы проходите Может быть, у вас есть определенная боль Может быть, вы за кого-то Возможно, за кого-то выхода Ты в молитве Возможно, это какие-то, может быть У вас семейные проблемы Может быть, проблемы с детьми Может быть, у вас финансовые проблемы Вот, возьмите эту жертву Потому что Бог реагирует на жертву Положите в этот конверт И напишите эту нужду Может быть, у кого-то есть Какой-то прорыв Может быть, откровение Может быть, вы хотели знать Что Господь хочет сказать вам По тому или другому вопросу Мы будем верить сейчас Во время этой молитвы Ваших приношений Когда вы принесете финансы Мы возложим со служителями руки Будем молиться за ваши просьбы И эта жертва, которую вы приносите Я верю Бог реагирует на эту жертву Давайте мы будем сегодня Искренне перед нашим Господом И доверимся Это особенный день День Его воскресения Это сила воскресения Коснется всех ваших нужд И мы должны принять это сегодня Во имя Иисуса Христа Давайте мы сейчас встанем Я прочитаю такое место Это 19-й псалом Давид имел определенные трудности В своей жизни В 19-м псалме Он провозгласил такое слово Я просто уверен, что Ко многим Практически каждому из нас Здесь Бог имеет что-то сказать Через этот 19-й псалом Да услышит тебя Господь В день печали Да защитит тебя Имя Бога Иаковлева Да пошлет тебе помощь И святилища И Сиона Да подкрепит тебя Да воспомянет Все жертвоприношения твои И все сожжения твои Да соделает тучными Да даст тебе по сердцу твоему И все намерения твои Да исполнит Мы возрадуемся о спасении твоем И во имя Бога нашего Поднимем знамя Да исполнит Господь Все прошения твои Да исполнит Господь Возлюбленный Не часть Не просто половину И даже не 90% А все прошения твои Здесь говорится о том Что мы возрадуемся О спасении И во имя Бога нашего Поднимем знамя Знамя Это наше свидетельство Нашей веры Во Христа Иисуса Это наши стандарты Наше убеждение Это то, что мы доверяем Божьим обетованиям Знамя поднимем Что Бог велик Он верен Он не может лгать Он не поворачивается К нам спиною Он всегда Верен своим обетованиям Поэтому дальше говорится здесь Да исполнит Господь Все прошения твои Ныне познал я Что Господь Спасает помазанника своего Отвечает ему Со святых небес своих Могуществом Спасающей Десницы своей Иные колесницами Иными Иные конями А мы Именем Господа Бога нашего Хвалимся Они поколебались И пали А мы встали И стоим прямо Господи Спаси нас Халилуя Он есть воздоятель Кто-то упал Кто-то усомнился Кто-то поколебался А мы встали Прямо Потому что Ни конями Ни колесницами Но Господом нашим Мы хвалимся Он Восполняет Всякую нужду Возлюбленные Я хочу вас сейчас Поощрить Когда мы выходим Сюда Этим самым Мы Когда идем Это не просто Выход Сюда выйти Вынести Мы Можем Мы могли бы Это пропустить Корзину Для того Чтобы вы могли посеять Но мы Поставили стол Для того Чтобы Ваш выход Он просто подчеркнул Ваше упование На Господа Когда вы выносите Это финансовое Семя И возможно С вашими нуждами С вашими просьбами О чем вы Вы хотели И это жертва Сегодняшняя Пред его лицом И как мы Прочитали Что уповающие На Господа Они поднимут Знамя И здесь сказано О том Что Бог Да исполнит Все прошения Твои И мы будем Просить его И он исполнит Пожалуйста Можете выходить Прямо сейчас И мы будем Молиться Аллилуйя Что-нибудь Подыграйте Музыканты Давайте будем Верить Тому Кто Однажды Сказал И он Бодрствует Над словом Он говорит Не оставлю вас И не покину Кому-то Это слово Говорит Да утешит Тебя Господь В день печали И защитит Тебя Имя Бога Яковлева Да Воспомянет Все Жертвоприношения Твои Господь Обязательно Будет помнить Вашу жертву Вашу отдачу Да Даст Тебе По сердцу Твоему И все Намерения Твои Да Исполнит Господь Даст По сердцу Верьте У кого-то Может быть Нелегкие Моменты В жизни Господь Даст Вам По сердцу Господь Силен Это Сделать Аллилуйя Его Сила Воскресения Сегодня Коснется Прикоснется Его Сила Воскресения Вас Позволяй По-русски Сейчас мы хотим Поздравление Сделать По-английски К тем Кто По-русски Не понимают Или Очень долго Здесь сидят И в эти Ветерные ушки Слушается Хорошо So if you have Your ear monitor On you can Take it out And you're welcome Who's here Who hears American speaking Lift them high And proud American speaking Okay Awesome Christ has risen Okay Can I Go Christ has risen Надо сказать Risen Indeed Okay Скажем Christ has risen Christ has risen Amen I want to Encourage During prayer I just felt like I wanted to Encourage people Maybe who are Going through A tough time In their life Right now There's this saying When people ask you How's life Or how's it going And people respond It's going It's going Or life is Life is Life is okay It's going You know Day by day But you know Jesus rose Not that we may say It's going But that it's going Great Did he really die And raise again That we may say It's going It's okay Come on Jesus rose From the dead That I may live I believe the definition Of life Today has been Twisted and turned And destroyed By the devil How's life It's okay No life is good I was dead But now I'm alive I was bound But now I'm free I am risen As Romans was saying I have risen With Christ Come on We have all A right And all authority That God's given us To live Live L-I-V-E Live To enjoy life To love life Not to take it Day by day Or just Man you know what I'm just getting through I'm getting through No I'm living Jesus is alive And I'm alive I'm living Come on Let's live Let's live Like we've never Lived before Amen Christ has risen Risen indeed Okay we'll work on it Alright Christ has risen Hallelujah Hallelujah I'm gonna read from Romans chapter 5 Verse 8 It said But God showed His love For us By sending Christ To die for us When we were still Sinners Today we are celebrating The resurrection Of Jesus Christ But I feel like We are also celebrating The love that God Showed for us When that moment Took place In Ephesians Ephesians chapter 1 Verse 4 It says Even before He made the world God loved us And chose us In Christ To be holy And without fault In His eyes In verse 7 It says He is so rich In kindness And grace That He purchased Our freedom With the blood Of His Son And forgave our sins Though we were all Destined to death And guilt God says No I had a different Plan for you I created you To be my people I created you For me to dwell in you And the Bible says That I will dwell in you And I will find pleasure In dwelling with you And that goes back To the Father's love And maybe there are People here right now That have never Experienced the Father's love Or that might not Even understand What I'm talking about Right now I want to call out To you right now God is stretching Out His arms Towards you He's saying Come to me My child I created you So I can live in you So I can have a relationship With you And so I can love you And be your God And that's The most amazing thing About the sacrifice Of Jesus Christ Because if there was No sacrifice There would have been No love Praise God That He loved us so much He sacrificed His Son And that He wants To have a relationship With us Which created The way To the Father Through Christ Amen Church Christ Is risen He is risen indeed And whether you call it The Passover The Resurrection Sunday Or Easter Sunday It does not change The fact That Christ Is risen And we get to Celebrate this wonderful Day with so many Beautiful people We've heard a lot About today Heard a lot about The women that came To the tomb We've heard about The disciples And my greeting Is going to be A little bit unorthodox But I wanted to talk About real quick About Thomas And if you know Anything about Thomas Is people often Call him the doubter And that's because When disciples came to him And said Hey Jesus rose He said No 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 I don't want to hear About it I want to see it And I want to put My hands Into his wounds And wounds And I just wanted To encourage you today It's not enough To just hear about The resurrection of Jesus He wasn't satisfied With no longer Just looking at The miracles that Jesus did Or hearing sermons About Jesus And what not But he wanted To touch Jesus And that's the coolest Part about Christ Is that he offers A tangible relationship With us We want to touch Jesus We want to experience The true power Of resurrection And the coolest part Is that this moment In Thomas' life Inspired him To be a missionary In India And preaching gospel Courageously In that part of the world And transforming lives And that legacy Still lives on today So when you have This experience with God This Easter This Passover This resurrection Sunday I pray that it ignites Something bigger than you I pray that it ignites This passion And this hunger And thirst For more than just A sermon More than just Some worship More than just Something A little bit of it But a true Tangible relationship With Christ Church Christ is risen Hallelujah Glory to Jesus Jesus is alive Amen Come on He came for this earth So we can rise with him I'm going to read From Philippians Chapter 3 Verse 10 My aim is to know him To experience the power Of his resurrection Apostle Paul Said that His aim Is to know him What is our aim Today We have to aim To know Jesus And when we Know Jesus We get to experience The power Of his resurrection What is the power Of his resurrection It is the freedom That we have in Christ It is the The ability to be healed That we have in Christ It is everything That comes 100% Through the experience That we have With Christ Apostle Paul Says I aim To know him My brothers And my sisters This morning In this Sunday Resurrection Let us aim To know Jesus And let us experience The power Of his resurrection Christ is risen Come on Give him some glory Let us rise And just Let us rise In this Praise Thank you For everything He did For us In his death And his resurrection Let us rise What the hell Amen For us He wanted to And In this Только ты один В тебе вся жизнь моя Тобой живу Ты умер за меня Тобой живу Ты умер за меня Тобой живу Только ты один В тебе вся жизнь моя Тобой живу Ты умер за меня Тобой живу Ты умер за меня Тобой живу Как объясни, что распяты были Жертвою стал, чтоб я вечно жил Да, ты воскрес Живу я тобой Жизнь наполняешь Ты верой живой И прощены грехи мои Силой твоей Святой крови Ты поднял меня Из мрака и греха Теперь я жив Ты умер за меня Теперь я жив Ты умер за меня Теперь я жив Был нас ждем И распяты был Жертвою Жертвою стал, чтоб я вечно жил Да, ты воскрес Да, ты воскрес Живу я тобой Жизнь наполняешь Ты верой живой И прощены грехи мои Силой твоей Силой твоей Святой крови Силой твоей 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 В славе Ты всегда судьи, Дух Святой нас распятил, Жизнь на войне с тобой! Да Ты воскрес! Живу Я Тобой, Жизнь наполняешь ты верой живой. И прощены грехи мои Сылой Твоей святой крови Да Ты воскрес, живу я Тобой Жизнь наполняешь Ты верой в Небой И прощены грехи мои Сылой Твоей святой крови Да Ты воскрес, живу я Тобой Жизнь наполняешь Ты верой в Небой И прощены грехи мои Силой Твоей святой крови Да Ты воскрес, живу я Тобой Силой Твоей святой крови Силой Твоей святой крови